Телеканал Хит-ТВ и компания Шеврон представляют. Сегодня мы расскажем вам о людях, которые, оказавшись в трудной жизненной ситуации, смогли преодолеть такие проблемы, как наркомания и вирус иммунодефицита человека. Они сумели не только продолжать жить дальше полноценной жизнью, но и стали помогать многим другим, кто оказался в подобной ситуации. Около 7 лет я употребляла наркотики. Казалось мне, что я никогда из этого не выйду. И вот когда я уже дошла, как говорится, до ручки, до своего дна в этой жизни, я начала искать варианты. Я начала ходить по экстрасенсам, по гадалкам, по иглотерапевтам. Я начала искать варианты, как избавиться от этого. Я поняла, что теперь всю свою оставшуюся жизнь посвящу людям, которые как раз-таки столкнулись с наркотиками, которые как раз-таки столкнулись с ВИЧ-инфекцией в этой жизни. О том, что у меня ВИЧ-инфекция, знают все. То есть я не скрывала, я рассказала сразу своим друзьям, подругам, все родственники, и никто не отвернулся. Каждый раз, когда человеку ставят диагноз, он приходит, ты стараешься ему помочь перейти вот этот, как бы сказать, острый критический момент, что самое главное нужно пережить, перетерпеть хотя бы год, и потом ты научишься жить с ВИЧ, и будешь жить так же, как и все нормальные люди. Все то, что ты делаешь, ты делаешь, потому что тебе не безразлично. Ведя что ни на есть обычный образ жизни, сегодняшние героини программы «Селфмэд» никогда не предполагали, что именно их когда-нибудь коснется такая беда, как наркомания и вирус иммунодефицита человека. И у каждой из них своя история. У нас была очень прекрасная семья, интеллигентная семья. У меня подсел братишка на иглу, и он был младше меня на 7 лет, и я, конечно же, пыталась его всячески вытянуть оттуда. Я его вывозила в Алма-Ату, я ему показывала, как можно прекрасно жить без наркотиков. Он мне постоянно говорил, ты знаешь, я больше никогда в жизни не прикоснусь к наркотикам. И вот вы знаете, мы только заходили домой, и на следующий день, бывало в этот же день, он приходит уже в тюрьму никакой, опять уколотый, и я опять в таком отчаянии, у меня такая была какая-то боль, вот то, что я не могу с ним справиться. И в какой-то момент совершил большую глупость в своей жизни. Я решила попробовать, что же такое наркотик, что бывает сильнее человека. И вот когда я попробовала, я поняла, что я больше без этого не смогла. Потом мы уже с ним вместе употребляли наркотики, потом мы уже с ним вместе и покупали, и все это изготовляли. И потом он в 19 лет умер на 8 марта, за 2 месяца до дня рождения. И мама с того момента, вы знаете, она словно ходила всегда в трауре. Она говорила, я не вижу смысла жить. И я, вы представляете, мне, чтобы остановиться и начать как-то помогать маме, я еще хуже стала употреблять наркотики. Я была 46 кг веса, у меня ноги были все в абцесса, я их еле уже передвигала, уже туфли не одевались, у меня уже были тапочки, я ходила в тапочках, и все гнило. Но как только я бросала вот эти наркотики, у меня начиналась такая страшная депрессия. И опять все заново, и опять все заново. И таких попыток было очень много. Когда я употребляла наркотики, я не внушалась ни перед чем. То есть для меня было запросто, чтобы украсть, кого-то обмануть. Когда мне было 18 лет, я забеременела. Как и все беременные женщины у нас в республике Казахстан, меня направили задавать анализ на ВИЧ. Анализ на ВИЧ мне пришлось сдать 3 раза. И в один прекрасный день в поликлинике мне сказали, что мой анализ не получился, и тебе нужно будет съездить в городской центр СПИД и там еще раз пересдать. Я сказала об этом своей маме. Мы вместе сели и поехали с ней в центр СПИД. Завели нас в кабинет вместе с мамой. Ну и, в общем-то, просили, чтобы моя мама покинула кабинет. Сказали, что разговор будет конфиденциальным, хотели бы поговорить. Но я не дала выйти маме. Я говорю, у меня от мамы нет секретов, поэтому мы будем здесь находиться вместе. Ну и тогда врачу уже ничего не осталось сделать. Она мне сообщила, что, Саша, вы сдали анализ на ВИЧ, и у вас анализ показал положительный. Единственный вопрос, который меня мучил на тот момент, сколько мне осталось жить. Но врачу она мне объяснила, что, в принципе, живут так же, как и все нормальные ливуди. Начали говорить мне о том, что мы рекомендуем сделать вам аборт. Я решила оставить ребенка. Сообщила об этом на тот момент своему, получается, гражданскому мужу. Я ему сказала о том, что вот так-так, мне поставили диагноз ВИЧ, и тебе нужно тоже пройти тестирование. По результатам анализов было видно, что он заразился ВИЧ намного раньше, чем я. Естественно, мы быстро-быстро зарегистрировали наши отношения, что личной жизни с кем-то другим у нас быть не может, нам ничего, в принципе, не остается делать. У нас общий ребенок. Родила. Когда ребенку исполнилось 8 месяцев, я поняла, что с этим мужчиной я жить больше не могу. И лишь осознание того, что она не хочет так заканчивать свою жизнь, помогло Елене взять себя в руки и обратиться в реабилитационный центр за помощью. И моя мама, и моя бабушка закрыли передо мной дверь и сказали, или в репцентр, или все, или только на улицу. И я где-то еще год скиталась. Я услышала о том, что есть реабилитационный центр. И когда я прошла эту реабилитацию, когда я увидела тех ребят, которые когда-то знала, и которые уже изменены, обновлены, со счастливыми глазами, с хорошей семьей имеют уже такое стабильное будущее, я начала тянуться на них. Были те люди, с которыми я когда-то кололась, и которых я вообще думала, он умер. Я приезжаю туда, и он там, и он стоит счастливый такой, радостный. Я была потрясена, потому что я не могла поверить, что это он, потому что я видела, что он умирал. Когда прошла эту реабилитацию, это было 12 лет назад. Жить с ВИЧ-положительным статусом очень непросто, и Александра узнала это на собственном опыте. Ее депрессивное состояние наводило на самые ужасные мысли. И лишь благодаря маленькому сыну она смогла взять себя в руки и продолжить жить ради него. Начался период осознания того, что у меня ВИЧ, что я осталась одна с маленьким ребенком, что у меня нет будущего. И у меня начался год сумасшедшей депрессии, когда я не вставала с кровати. Я думала, что жизнь закончилась. Постоянно в мыслях прокручивала о том, как я покончу жизнь самоубийством. Хотела спрыгнуть с балкона, причем хотела спрыгнуть вместе со своим сыном. Какой-то такой момент, наверное, когда ребенок вокруг меня ползал, его такой призыв, он меня, наверное, разбудил из-за этой затяжной депрессии. Я встала, собралась и побежала в спеццентр. И там уже меня познакомили с людьми, такими же, как и я, то есть с ВИЧ-инфекцией. Глядя на них, я поняла, что несмотря ни на что люди живут. Human Energy Chevron Пройдя реабилитационный курс и вернувшись к полноценной жизни, эти две сильные женщины четко представляли, чего они хотят и чем будут заниматься. Елена стала одной из тех, кто создал сеть позитивных женщин, а Александра представляет общественный фонд «Доверие плюс». В 2011 году появилась идея создания сети позитивных женщин в Казахстане, потому что увидели проблемы. Увидели проблемы и потребности женщин, живущих в ВИЧ, женщин-потребительниц инъекционных наркотиков. И то, что если мы не начнем что-то делать сами, то ситуация меняться не будет. И мы все объединились. Мы как раз-таки занимаемся вот этими людьми, женщинами-потребительницами наркотиков, женщинами-живущими в ВИЧ. Поставили перед собой задачи. Это, конечно же, изменение общественного мнения по отношению к людям, живущим в ВИЧ, по отношению к потребителям инъекционных наркотиков, защищать их интересы, помогать, оказывать психосоциальную поддержку. У нас отлаженная система перенаправлений со спеццентрами, с наркодиспансерами. Особенно, вот вы знаете, переживаешь за тех женщин, которые потребители инъекционных наркотиков, еще имеют диагноз ВИЧ, и которые вовремя не встают на учет во время беременности. Потому что женщины, которые беременны, потребительницей инъекционных наркотиков, еще и живущий с ВИЧ, они не идут вставать на учет. Во-первых, у нее нет документов. Во-вторых, у нее нет прописки. А в-третьих, ей это вовсе не нужно. Но у этих женщин очень низкая информированность о тех услугах, которые имеются в городе. От той помощи, которую может оказать им спеццентр. Это как раз-таки профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку. Вся работа наша, она построена на том, чтобы помогать людям. Меня взяли туда работать. И я начала ездить на разные семинары, обучалась. И они все как бы излучали энергию позитивную, что они живут. И глядя на них, я как-то вот взяла себя в руки и решила, что надо жить дальше. И что я могу помогать таким же людям, как я. Потому что я пережила это все на себе. И теперь смогу делиться своим опытом с другими людьми. А вот в речь работа, это работа в поле. Это когда наши женщины, наши консультанты равны. Идут в то место, где как раз-таки большинство этих женщин кучкуется. Это вот наркоточки, где их можно застать. Это притоны, где они изготавляют эти наркотики. И они идут туда, они находят ее. И они начинают общаться с ней по методу равны-равны. И рассказывать о том, что есть у нас реабилитационный центр. Есть у нас в спеццентре вот эти услуги профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Есть у нас хорошие такие детские игровые комнаты. Есть у нас, ну если вот у нее есть еще какой-то ребенок, и она говорит, я не могу сейчас поехать на реабилитацию. С кем я оставлю свою трехлетнюю Машу? Мы говорим, есть детские игровые комнаты, где есть временное пребывание для этих детей. Ты можешь запросто приводить туда. Есть у нас юрист, который может тебе помочь восстановить твои документы. Есть у нас также группы взаимопомощи, на которых происходит равное консультирование групповое. Это имеет очень большой эффект. И вы знаете, начинают меняться люди, начинают меняться отношения к самим медучреждениям, потому что мы являемся своего рода провайдером услуг, как мостиком между медучреждениями и нами, НПО. И когда вот как раз таки мы видим изменения в жизни других людей, когда нам удалось ее смотивировать на отказ от прежнего образа жизни, когда нам удалось ей донести, что прежде всего это не твое предназначение в этой жизни. Вот в этот момент ты смотришь и думаешь, да, это и есть моя награда. Однако эти женщины занимаются не только своей общественной деятельностью. На данный момент Елена и Александра являются любящими женами и счастливыми мамами. Я сама тоже сейчас имею трое деток. Я счастливая мама. Я счастлива в том, что я нашла свое предназначение в этой жизни. Я познакомилась с мужчиной. Как-то так все очень быстро произошло. Он ухаживал за мной буквально три месяца. Он сделал мне предложение. Он знал о том, что у меня есть ВИЧ-инфекция. То есть у него нет ВИЧ. У нас вот была свадьба. Также планируем иметь в будущем детей. Елена и Александр не останавливаются на достигнутом и продолжают активно работать в выбранном направлении. Ведь они, как никто другие, знают, через что проходят наркозависимые люди и что чувствуют те, кому ставят диагноз иммунодефицита. Именно они стали первыми женщинами в Казахстане, открывшие общественности свое лицо. После того, как я вышла из этой депрессии, в жизни очень многое изменилось. То есть каждый день ты просыпаешься и ты думаешь о том, что я так хочу жить. Ты цепляешься за каждый момент в своей жизни. Что бы ни произошло, взять себя в руки, встать и пойти дальше. На протяжении, наверное, уже четырех лет я живу с открытым лицом. Это создание или открытие какого-то, так скажем, центра, где люди, живущие с ВИЧ, могли бы получать большой комплекс услуг. На данный момент у нас проходит стратегическое планирование, где мы разработали планы на ближайшие 2-3 года. И это как раз-таки создание женских центров для тех, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это при которых также будут детские комнаты, это при которых также будут тренинговые залы, это при которых также будут консультативные центры, где люди могут получить комплексную помощь, куда будут приглашаться специалисты, юристы, психологи, медработники, где будут получать также услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью. И эти центры мы планируем открыть в пяти регионах Казахстана. Это не только наша проблема, не только проблема спеццентра, это проблема всего общества в целом. Если мы хотим видеть здоровое поколение, здоровое будущее, здоровую нацию, то мы все должны приложить усилия. Программа подготовлена при финансовой поддержке компании «Шеврон». Редактор субтитров А.Семкин